Согласитесь, идея смелая и масштабная. Создать проект и вовлечь в него одаренных музыкантов и композиторов. Организовать серию концертов с их участием. Это предложение поступило от известного бизнесмена Ерлана Стамбекова. Максимальную поддержку обещали оказать все без исключения члены общественного совета. Вам нужно собрать такой коллектив, и именно чтобы он давал вот этот дух, настроение. Знаете, вы сказали, что в Астане какой можно помочь. Мы можем, собираемся, в плане у нас есть с Хуаншпиком, какой-то такой отчетный концерт в оперном театре. В нашем городском отделе культуры они даже не понимают наш язык. У них иногда бывает нет обратной связи. К ним не приносят хорошие проекты. Они не могут сами генерить, может быть, проекты, потому что они чиновники. Их задача организовать, обеспечить. Но если вы принесете правильный проект, правильно оформленный, да, с хорошим красивым портфолио, да, с красивыми фотографиями, рассказать суть проекта, пожалуйста, звоните. Если у вас будет, мы можем чем-то помочь вот именно в плане того, как это правильно продать и подать, мы, конечно же, это сделаем с удовольствием для вас. Я восхищен вами как человеком. Если есть произведение, то оно должно быть защищено на должном уровне. Вот, я вот предлагаю вам, в плане СПК, если вы начинаете свою творческую деятельность, то необходимо вступить в члены нашего общества, вот, зарегистрировать свои произведения, чтобы мы их могли отличить от других произведений. И, в принципе, мы готовы в последующем, если кто-то будет нарушать ваши права, авторские права, то заступиться и защитить, в принципе, на безвозмездной основе силами наших юристов. Получив предложение от общества по защите авторских прав зарегистрировать свои произведения, Куантай Татьянов сразу же на следующий день посетил юристов. И сегодня его музыкальные композиции уже имеют официальный статус и полноценную защиту. Так получилось, что в 83-м году первый раз я приехал на создание программы «Каламкас», и в первую очередь тогда Куантай я заметил, что он талантливый человек, не только играл на этой немецкой блокфлейте. Он еще закончил в Ленинграде, в Ленинграде закончил на фабрике «Красный Октябрь». Это у нас единственный казах, я знаю, который получил четвертый, мастер-настройщик четвертого разряда. И когда как-то в Алма-Ате в 90-х годах оказался у меня старенький инструмент такой, Беларусь стоял, что и выбросить жалко, а он пришел, раз, покрутил, сейчас до сих пор он еще строй держит. Это вот Куантай сделал. Свои первые произведения, которые Куантай писал, он советовался со мной. Удачи и творческих успехов. И, естественно, чтобы твои произведения звучали у нас на широкой публике. Самое главное сейчас у меня желание вот такое есть иметь дома. Хоть он простой, хоть не такой уже там звуки, не такой луп, но дома сидеть, они постоянно все на работу ходят, а сам остаться дома. У меня, честно говоря, это сейчас скорбь 800, у меня же все равно предел есть, а хочется еще. У него дети прекрасные музыканты и вдобавок звукорежиссеры, которые было бы только оборудован. Я хочу помочь вам, коллега, в том, что я могу это сделать. Ведь есть не я один такой, ведь есть же их пятеро, десять человек, двадцать, тридцать, сто. Я думаю, что благодаря этой передаче наверняка будут какие-то отзывы. И найдутся люди, которые помогут и сделают это максимально. То есть я могу сказать, что я могу составить вам какой-то список, какой-то маленький бизнес-план для того, чтобы сказать, что вот это оборудование, оно необходимо, вот эти программы, они нужны. Я готов вам помочь в том, как бы, в своем творчестве. В поддержку инвалидам-предпринимателям Фондом развития предпринимательства ДОМУ разработана программа ДОМУ КОМЕК. Работает сайт www.domudefiskomec.kz. Это электронная информационная площадка, на которой вы сможете разместить информацию о своих нуждах и получить реальную поддержку и помощь. Вы знаете, вот сейчас мы увидели, как вот в данный момент человек готов оказать конкретную уже адресную помощь. И мне кажется, основная проблема в отсутствии какой-то информационной такой базы данных или площадки, когда люди, которые хотят оказать помощь, могут ее оказать конкретно тем, кто в ней нуждается. И вот в Фонде ДОМУ есть программа ДОМУ КОМЕК, в рамках которой Фонд ДОМУ выступает как бы связующим звеном между тем, кто готов оказать помощь и теми, кто в ней нуждается. То есть предприниматели, бизнесмены, они обращаются в Фонде ДОМУ и откликаясь на чью-то просьбу дарят. Ну там от оборудования, начиная от сапожной мастерской, заканчивая там оборудование для фотосалона, компьютеры, оргтехника и прочее, прочее. И Фонде ДОМУ как раз рад той возможности, чтобы ваше творчество нашло своего слушателя, то есть стало достоянием широкого круга зрителей, предоставить там кое-какое оборудование для вашего творчества, чтобы оно шло в массы. Начало реализации мечты нашего героя о создании собственной студии звукового дизайна положено. Фонд развития предпринимательства ДОМУ выделил Куантаю средства на приобретение профессионального оборудования. Активный микшерный пульт Динокорд в ближайшее время будет доставлен в столицу нашей страны, в город Астану. Если и вы готовы помочь нашему герою, композитору и музыканту Куантаю Татенову оказать реальную поддержку, а может быть просто поделиться своим собственным опытом, мы будем рады нашему общему сотрудничеству. Свои предложения присылайте на сайт Фонда развития предпринимательства ДОМУ. Это человек с большой буквы именно в нашей среде. Таких людей надо и ценить, и уважать. Надо, чтобы его произведение, которое он создает, и все это, что прозвучало у нас и в Астане. То есть слышали все, и молодые люди, которые учатся, и пожилые, которые слышали, знают. Но и нашего клан Шпека тоже я хочу, чтобы все слышали. Вот собой олицетворяете настоящего батыра казахского, который не сдается, невзирая ни на что, идет вперед, и духом, и то, что рядом с вами настоящая боевая подруга, которая с вами рука в руку. Это еще и очень показательно для молодых семей, для особенного. Для меня очень важно в этом смысле, чтобы мы не потеряли нашу молодежь. Я сам отец, воспитываю троих детей. Я хотел бы, чтобы они росли на таких примерах того, как нужно любить эту жизнь, как за нее нужно бороться, как нужно за нее держаться. Спасибо вам за это большое. Хочу самое первое сказать спасибо телеканалу Хавар, фонд Даму, и всем здесь присутствующим. Самое главное богатство у нас – это человек, это мы. Каждый человек должен быть конкурентоспособный. Нужно не поддаваться духам, нужно держаться. Всем-всем спасибо. Как будто об обрели крылья, наши мечты как-то не реализуются. Я думаю, в этом отношении всегда говорят, самое главное – поймать идею, а потом уже, если есть желание, то это все получится. Я думаю, все получится. Вам большое-большое огромное спасибо. Герой нашей следующей программы – Азад Букинбаев. Его проект не только уникален в своем исполнении, но и несет в себе огромную социальную значимость. Это речевой помощник для незрячего и очень слабовидящего человека. Электронные речевые помощники на русском, английском и других языках уже давно существуют. На государственном языке. Пока такой программы нет. Что необходимо нашему герою для того, чтобы от разработки продвинуться к реализации и внедрению этой идеи, мы вместе с вами узнаем в нашей следующей программе. Азад Букинбаев Корректор А.Егорова Азад Букинбаев Корректор А.Егорова Азад Букинба Корректор А.Егорова Азад Букинба Корректор А.Егорова Азад Букинба Корректор А.Егорова